Итак, друзья, всем приветик и сразу начну с короткого. Чем больше споров я проигрываю на Алиэкспресс, тем больше думаю, что надо покупать на территории России. Тут проще с гарантией. Далее смотрим распаковку этого устройства. Ну, во-первых, почему я так негативил про Алиэкспресс и почему я хочу рассказать про данную умную розеточку. Про Алиэкспресс очень просто. Меня очередной раз, можно сказать так, малеха кинули, и у меня будут проблемы в споре. С чем я, в общем-то, и занимаюсь, когда спор разрешится или плохо, или хорошо. Тогда уже будет об этом все рассказано и показано. Сейчас же займемся такой вещью. Я задумался о том, что мне нужна еще одна умная розетка, потому что моя, которая существовала давно, перешла на балкон. Она является автоматическим включением-выключением света для наших цветочков. Поэтому я заказал вот такую вот розеточку. Как вы видите, по акции или хрен знает почему она стала стоить столько же, сколько на Али. Всего 800 рублей. При этом розетка с наворотами. Заявляют, что она может контролировать ток. То бишь, показывать, сколько ушло напряжения. В меню есть таймер и так далее. Короче, полностью заменяет мою предыдущую. Плюс вроде бы контроль тока. Но про контроль тока не уверен, но посмотрим. Теперь читаем, что на ней написано. Ценник, я думаю, вы видели. 800 рублей. Это недорого. Поддержка максимум 10 А потребления. Имеет небольшую, как-то, LED-овскую диодную подсветочку. Работает от 110 до 240 Вольт. 50-60 Гц автовольтаж. Ой. Ну, короче, автоматический выбор частоты. Максимальное потребление от 220 Вольт. Это 2,2 кВт. То бишь, даже серьезный чайничек можно включить. Не максимальный, конечно, но все-таки. Шумозащищенный, что ли? Фиг знает. Рабочая температура от плюс 10 до плюс 45. Работает с Wi-Fi 802.11 BGN. Это 2,4 ГГц, по-моему. Похрен его знает. А это почему-то по-немецкому. А что я на немецком-то читаю? Только сейчас дошло, да. Я же в немецком не силен. Размеры небольшие. Вес 100 грамм. 107, если быть точным. Вот тут даже по-русски есть. Только заклеено. Ладно. Хватит маяться дурью. Пора открывать. Откуда ни возьмись. Ножницы взялись. Блин, я попал. О, попал. И вскрываем пленочку. И теперь удалить пленочку мы сможем прочесть также и на русском. Ну, я думаю, все все видят. На паузе смогут рассмотреть. Модель DeepLuke 100. Торговая марка DIGMA. Само собой, это Китай какой-то. Брендированный DIGMA или выкупленный. Не знаю. Ну, короче, вещь должна быть неплохая, раз ребята взяли ее под свою ответственность. С нас встречает сразу куча макулатуры. Первая макулатурка у нас идет на всех языках. Немецкий, английский, русский. Расписание и таймер. Все такое. Совместимость с Android и iOS. Есть приложение. Короче, все круто. В общем, с этим мы будем разбираться чуть позже. А также у нас есть гарантийка, которую, по идее, тоже надо бы заполнять. Но, как правило, я почему-то этого почти никогда не делаю. Ладно. Макулатура только если поломается. Сама розеточка. Опа-на! Она больше, чем у меня была. Моя была, ну, грубо говоря, вот весь радиус. Это реально больше. Может, поэтому у нее есть и контроль тока и так далее. И кнопка включения-выключения тоже в наличии. Ладно. Надо ее всунуть и читать, что за приложение нужно устанавливать. Для экспериментов у меня есть дополнительное устройство, в котором есть розетка. Втыкаем. Чего-то загорелось. Я думаю, теперь вы видите. Ладно, беру паузу на скачку приложения. Тем временем, пока скачивается приложение от производителя, читаем мануал. Можно включать и выключать кнопкой, коротким нажатием. Длительное нажатие более 5 секунд переводит устройство в режим настройки сопряжения и так далее. Для управления через приложение нужно сначала подключить ваше мобильное устройство в беспроводной сети. Скачать приложение Digma, запустить приложение и пройти регистрацию в приложении. Ну что, нажимаем «Открыть». Регистрация. Принять. Раша. Почта. Продолжить. Он отправлен на почту. 6, 4, 7, 3, 2, 9. После ввода пароля, полученного на почту, он просит создать пароль. Нажимаем. То есть создаем, нажимаем «Ок». И мы попадаем в учетную запись, как я понимаю. Смотрим, что будет дальше. Ни хрена дальше не происходит. Как видим, это приложение на 10-ом андроиде работает пока хреново. Нужно руками дать разрешение, чтобы оно потом нормально работало. Все ли нам нужны, я не знаю. Я даю все, мне не жалко. Запускаемся. Делаем шаг назад. Запускаем по новой. Вот тогда он вошел. Нажимаем «Добавить устройство». Умная розетка. Сбросите настройки. Да, быстро мигает. Продолжить. Да. А, пароль. Ищет устройство, как я понимаю. Как я понял, в данный момент важно, чтобы у него мигала лампочка. Лампочка у него уже не очень быстро мигает. Видимо, он его нашел. Да. Сразу из быстрого мигания разными цветами, стал он просто гореть красным. Можно задать ему имя, как я понимаю. Готово. И вы видите, да? Сразу с красного меняется на синий. На картинке отображается, что она включена. И все такое. Вот нам таймеры. Это не то. Мне расписание надо. Вот. Добавить. У меня обычно она включается где-то в 8. Выбираем, чтобы повторялось ежедневно. Уведомления нам не нужны. И что нам нужно? Включить. Сохранить. И добавим еще одно. Выключается оно где-то в 4 у меня. Опять же, ежедневно. И в данный момент выключить. Готово. Сохранить. Все, таймер добавлен. Ой, таймер. Расписание добавлено. Ну вот как-то так я это все и делаю. Можно ли тут что-то отслеживать, как они говорят? Я пока, честно говоря, не знаю. Так это выключить, включить. Переименовать. Ладно, буду разбираться. Ну, в общем, функция вычета электроэнергии не в этой модели. Так что никакого смысла не вижу оставлять ее здесь. Благо, она больше. Эта розетка у меня уедет на балкон. А сюда приедет ей на замену более маленькая. Так что сейчас настраиваю таймер как для цветочков. И меняю их местами. Ну, пока не унес эту, показываю. Вот не в наезд на фирму DIGMA, но сравните размеры. А функционал получается один в один. Ну и на этом деле все. Это у нас пойдет на балкон. Это вернется на свое рабочее место. Всем спасибо. Это была DIGMA DIPLUG 100 на канале от Латухи. Субтитры сделал DIGMA DIPLUG 100 на канале от Латухи.